Давным-давно жил на свете фермер, и был у него осёл. Осёл много лет служил хозяину. Носил для него мешки с мукой и пшеницей. Но годы шли, и осёл стал старым и слабым. Однажды утром он понял, что больше не может работать на ферме, и решил уйти от хозяина, куда глаза глядят. У меня нет большей сил для работы на ферме. Но есть мой прекрасный голос. Я пойду в город Бремен и пением заработаю себе на жизнь. Долго шёл осёл, пока не повстречал пса, уныло лежавшего на дороге. Почему ты здесь лежишь? Я охотничий пёс, но стал старый, потерял свою скорость. Я больше не могу помогать своему хозяину охотиться. Тогда у меня есть для тебя предложение. Я иду в город Бремен, чтобы стать певцом. Присоединяйся ко мне, я буду играть на мандолине, а ты можешь играть на барабанах. Псу понравилось предложение, и он присоединился к ослу. Через некоторое время они увидели кота на крыше дома, стоявшего у дороги. Кот выглядел печальным. Что с тобой случилось, кот? Ты выглядишь очень печальным. Что случилось? Я постарел и потерял силы бегать. И у меня уже не такие прекрасные острые зубы. Вместо того, чтобы ловить мышей, я сижу у камина и ленюсь. Вот почему мой хозяин выгнал меня из дома. Значит, тебе нужно пойти с нами. С вами? Куда же вы идете? В Бремен. Мы станем там музыкантами. Коты обычно очень музыкальны. Ты можешь пойти с нами и играть на губной гармошке. Коту понравилось предложение, и он отправился вместе с ослом и собакой. Когда трое путников проходили мимо фермы, они увидели петуха, кукарекавшего на заборе. Огарековый! Огарековый! Но на дворе уже обед, уважаемый петух. Почему ты кричишь? Сегодня воскресенье, а жена моего хозяина принимает по воскресеньям гостей. Они собираются приготовить и подать меня гостям. Почему же ты до сих пор здесь? Почему ты не сбегаешь? А куда мне идти? Один я пропаду. Сегодня мой последний день. Кукарековый! Кукарековый! Хорошо, хорошо. Не трать свой голос понапрасну. Отправляйся с нами. Мы собираемся стать бременскими музыкантами, и нам пригодится такой громкий голос, как у тебя. Петуху понравилось предложение, и он тут же, приняв его, спрыгнул с забора и присоединился к путешествию. Они пошли по дороге вчетвером. Давайте переночуем в лесу и продолжим путь завтра. И-а-а-а! И-а-а! И-а-а-а! Перед сном петух забрался на самое высокое дерево, чтобы оглядеть окрестности. И вдруг закричал. Я вижу впереди свет! Кажется, поблизости есть дом! Давайте пойдем туда. Я не привык спать в темном лесу. Да, может быть, я найду там на ужин косточку или даже две. Все согласились и отправились в направлении горящего окна. Наконец, они оказались рядом с домом. Будучи самым высоким, осел заглянул в окно. Что ты видишь, братец-осел? Что я вижу? Я вижу щедро накрытый стол. Это здорово! Я вижу все виды лакомств на этом столе. О, у меня уже сленки текут. Давайте же скорее зайдем. Подождите, я не закончил. Еще я вижу четырех вооруженных разбойников, которые сидят и едят за этим столом. Услышав о разбойниках, все были очень разочарованы. Они точно разбойники? Я так голоден! Ничего не поделаешь! Давайте вернемся в лес! Был бы способ выгнать их отсюда. Ну что ж, у меня появился план. Слушайте внимательно. Бременские музыканты взобрались друг на друга и по сигналу осла дружно начали петь. Услышав ужасный шум, разбойники от страха подпрыгнули на месте. Тем временем, четыре друга разбили окно и с грохотом стали запрыгивать внутрь дома. Оставив свои ружья, разбойники в панике выскочили из дома и убежали, куда глаза глядят. А четверо друзей были вне себя от радости, что план сработал. Тут же они уселись за стол и принялись за вкуснейшую еду, которая осталась на столе после разбойников. После еды каждый из них нашел себе уютное местечко для сна. Сытые и усталые, они погасили свет и легли спать. Наступила полночь. Увидев издалека, что в доме не горит свет, разбойники отправили одного на разведку. Внутри дома было тихо, и разбойник, прошмыгнув в дверь, решил зажечь лампу. Но как только он чиркнул спичкой, кот бросился на него и расцарапал лицо когтями. Собака укусила его за ногу, а проснувшийся от шума петух начал кукарекать со всей мочи. Когда же разбойник в ужасе выбежал на крыльцо, осел хорошенько легнул его задними копытами. Дрожжа от страха, разбойник прибежал к остальным. В доме не один, а целых четыре монстра. Они напали на меня. Они так испугались, что разбежались кто куда и никогда больше не осмеливались возвращаться в этот дом. А бременским музыкантам дом очень понравился, поэтому они решили не ходить в Бремен, а поселиться в нем навсегда. В этом доме они и провели все свои дни, распевая песни и играя музыку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok